Это программа «День с толком» в студии Андрей Дреер. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Жители Ярового подписывают петицию, чтобы перезимовать. Для города просят уголь и новые котлы. В Новоалтайске появился новый резидент территории опережающего развития. Питерский хореограф ставит на Алтай танцевальный спектакль «Снегурочка». Жители Ярового боятся замерзнуть и массово подписывают петицию, адресованную президенту России. Подробности в сюжете. Почти 1200 подписей. Это на момент написания сюжета. У президента страны просят уголь для ТЭЦ, новые котлы и наказать чиновников в смерти работника котельной во время очередной аварии. Упоминают и недавнее ЧП 12 ноября. Тогда у жителей города были чуть теплые батареи. Ну, слава богу, в квартире сейчас тепло. Петиция была осознанная, потому что мы боимся, что будет снова холодно и опять повторяться те переживания, те аварии, которые встречались с вами. Я не могу говорить за всех жителей в целом, потому что у меня такого права нет. Но если вы обратите внимание на те комментарии, которые они оставляют именно в петиции, подписывая ее. Там есть даже сотрудники ТЭЦ, которые пишут, что сами котлы в таком состоянии, что они еще одну зиму не выдержат. В компании, работающей на ТЭЦ, рассказали, все котлы исправны. Один отапливает, два в резерве, в жилых помещениях больше 20 градусов, а где-то даже 25. С углем все хорошо. И все же обнадежить никого не могут. Гарантии никто не даст вообще на сегодняшний день, потому что это же техника, это железо, понимаете. Все котельные на сегодняшний день, на сейчас, они находятся в рабочем состоянии. Вы же понимаете, что срок эксплуатации их уже приличный, там не один десяток лет, и все они нуждаются в замене. Вся проблема, по словам руководства, в том, что частная Яровская топливно-энергетическая компания получила ТЭЦ в полное управление всего полтора месяца назад. До этого теплоэлектроцентраль принадлежала городу. Предприятии заявляют, делают все, чтобы минимизировать риски аварии. Планируют даже заменить котлы, а в будущем начать ремонт теплосетей. Только просят дать время. Андрей Дреер. День с толком. А пока замерзнуть боится целый город, силы края, брошенные на восстановление теплоснабжения в трех многоквартирных домах села Санниково. Кстати, сама Татьяна Кадукина, которой лично удалось рассказать об этой проблеме Двитрию Медведеву, предлагает свой вариант решения ситуации. Быстрее и дешевле, чем у властей. Бессмысленно деньги мне вложат в эту газовую котельную. И то же самое будет происходить, как строилась эта газовая котельная. Один год попользовались, а 14 лет мы сидим в таких условиях. Поэтому на реконструкции газовой котельной я бы не стала деньги вкладывать. Я бы лучше установила эти модули на эти три дома. Это мое мнение. И они больше, эффективнее и меньше затрат. По подсчетам Татьяны, модули могут обойтись в 10 миллионов, а реконструкция минимум в 20. Свой скепсис женщина объяснила и огромными платежами за тепло. Например, прошлой зимой она платила по 6 тысяч в месяц. Накануне она встретилась с губернатором Виктором Томенко. Сказала, что постаралась донести ему свое предложение и надеется ее услышат. Краю новый бизнес, людям работу. У территории опережающего развития в Новоалтайске новый резидент. Производить он будет соевые комбикорма. Кстати, это уже шестой представитель ТАСЭР в Новоалтайске. Масштабы новой компании оценила Валентина Аскерова. Производственный цех почти в 3 тысячи квадратов вырос за полгода. На Алтай пришел инвестор с другого региона. И теперь на нашей земле он выпускает соевые корма для животных, чтобы росли быстрее. Четыре бункера, каждую емкостью по 150 тонн. Запас сырья на производство рассчитан на 600 тонн. Стоимость проекта почти 95 миллионов рублей собственных средств компании. Кстати, откуда она держат в секрете? Сегодня запустили первую линию. В месяц будут выпускать 1000 тонн комбикорма. Через пару лет – 2000. А в планах все 8000. В России производство соевых кормов еще не развито, говорит директор компании резидента Валерий Можилин. А следовательно, прибыльно. Завод только заработал, а уже ведет переговоры с иностранцами. Уже проведены переговоры, сейчас очень заинтересованы китайские. Китай очень заинтересовался в нас. У нас есть одна особенность. Мы делаем полоножирную сою экструдированную. Она качественная. Мы не добавляем никакие в нее добавки. Получаем готовое сырье. Агрохолдинг, как резидент территории опережающего развития, получил ряд неплохих льгот. Нулевой налог на прибыль в течение пяти лет, нулевой налог на землю и имущество. А отчисления во внебюджетные фонды всего 7,6%. Помимо этой компании, в крае еще восемь резидентов ТАСЭР. Пять на Валтайске и три в Заринске. Здесь не в количестве даже. А если вы соизмерите по числу людей, которые будут работать, то окажется, что в Заринске это примерно 290, а здесь пока по 233. Поэтому соотношение 6,3 надо измерять в другом, я думаю, измерении. И объем инвестиций, там только одна русская кожа, вложила более 2 миллиардов рублей. Таких крупных инвесторов на Валтайске пока нет. Но в резиденты идут охотно, поясняет Анатолий Нагордов. И добавляет, что до конца этого года должны привлечь еще двоих резидентов. Сейчас рассматривают их документы. Но что это за инвесторы, пока не разглашают. Валентина Скерова, Илья Халяпин. День с толком. Только при утихли споры, связанные с застройкой сквера на площади Сахарова. Как в центре внимания мэрии оказалась другая зеленая территория. Лесной пруд. Возможно, в ближайшие годы на его месте появится новый жилой массив и набережная. Илья Кочетков продолжит. Полустертая надпись «Пляж, лесной пруд и дамба» – это, пожалуй, единственное, что сегодня напоминает об этом когда-то любимейшем месте отдыха горожан. Тогда, в 80-х годах, за моей спиной простиралась водная гладь. Плавали лодочки. Вдоль берега шла полоса желтого чистого песка. И над всем этим возвышались сосны. Сосны остались. Остальное кануло в лету. Пляж «Лесной пруд» проработал меньше 20 лет. Ухудшилось качество воды. Воду спустили. На освободившемся месте сам по себе вырос настоящий лес. Александр, местный житель, говорит, люди стараются обходить это бывшее место отдыха стороной. Если сейчас под снегом все выглядит хорошо, то весной картина бывает малоприятная. В весеннее время здесь все разливается. Это стало болото заросшее. И вот эти все отходы, которые люди сюда свозят, и бытовые, и небытовые, оно все по весне, все весит от мусора, соответственно, по реке Барнаулки спускается дальше по течению. Выше по течению подтверждение груды строительного мусора. Место укромное, чем пользуются злоумышленники. Но, похоже, история вышла на новый уровень. В мэрии уже обсуждают создание искусственного земельного участка на месте лесного пруда. В рабочую группу вошли чиновники города и Минприроды, а также градостроители. Накануне прошло первое заседание. Инвестор рассказал о проекте и обозначил возможный ход его реализации. По его словам, помимо жилых домов, здесь появятся школа, детские сады, поликлиника и набережная. Обсудив проект, предложенный к реализации, члены рабочей группы предложили организовать его широкое обсуждение. В том числе, рассмотреть его на заседаниях градостроительного совета и общественной палаты города Барнаула. Представить общественности. И это все подробности в мэрии от комментариев пока отказываются. Более подробно о прошлом и возможном будущем лесного пруда мы расскажем в ближайшее время. Илья Кочетков, Алексей Фризин. День с толком. Сегодня в стране проходят акции, посвященные Дню памяти жертв ДТП. В Барнауле на нее вышли сотрудники ГИБДД, школьники и студенты. Соблюдать правила дорожного движения сегодня говорили не детям, а сами дети. Ведь по статистике чаще всего жертвами ДТП становятся несовершеннолетние. Акции проводят для того, чтобы люди как бы знали, что есть такие аварии, кто погиб. Ну, чтобы больше такого не совершали. А ты самоправильно переходишь дорогу? Конечно. За 10 месяцев с участием несовершеннолетних на территории города Барнаула зарегистрировано 127 дорожно-транспортных происшествий, в которых 2 ребенка погибли. И 133 получили телесные повреждения различной степени тяжести. Страшные аварии происходят и на загородных трассах. Недавно в ДТП под Олейском погибло 8 человек. Семья с ребенком и 4 пожилые женщины. Несколько человек до сих пор находятся в больнице. Сегодняшнюю акцию посвятили их памяти. Проводят ее специально в начале зимы, когда на дорогах гололед. Сотрудники ГИБДД советуют водителям соблюдать дистанцию, а пешеходам чаще смотреть по сторонам и не забывать про светоотражающие элементы. Котят замуровали заживо в подвале. Помогите их достать. Такое сообщение пришло к нам в редакцию от волонтеров приюта «Шанс на жизнь». Они говорят, котят замуровало ТСЖ. Хотя само правление отрицает, что в подвале есть животные. На крик о помощи отозвалась моя коллега Полина Жданова. Это вот такая еще была чашечка. Туда мы складывали это. А сюда я наливал и молока, и каши манной. Подкинутых в подвал котят подкармливал весь подъезд. А три последних дня малышей пытаются спасти от смерти. ТСЖ наглухо замуровало подвальное отверстие с котятами внутри. Позвонили председателю ТСЖ, сломали дырку, она с нами не пошла на контакт. И на следующий день, это буквально вчера, они вообще железом заварили. Ребенок у меня обратился в контакте, в соцсетях, к зоозащитникам. Договориться с председателем не смогли и зоозащитники. А ведь котят хотели забрать в приют. И такая ситуация далеко не редкость. Это вообще часто происходит, летом и зимой, несмотря на время года. Просто некоторые идут на контакты, дают их оттуда забрать. То есть без проблем открывают подвалы, мы забираем, вылавливаем, стерилизуем. Диких даже отпускаем обратно. Волонтеры приюта чудом вызвалили только одного из трех котят. Кстати, недавно в Госдуме вносили поправку в закон, что коты могут греться в подвалах зимой. Им нужно оставлять доступ. Но нормы Санпина полностью противоречат закону, поэтому фактически в нашей стране он не работает. Люди, которые замуровали подвал, останутся безнаказанными. И помочь этим котятам можем только мы. Поэтому идем к председателю ТСЖ. Фото котят у подвального отверстия ее не убеждают. На каком основании вы замуровали котят? Я никого не замуровала. Вот, котенок исполняла. Ну и что? Что нужно? Так а вы его как достали-то? У нас везде абсолютно есть выходы. У нас ни одной кошки нет. Покажите мне выход в доме. Где они шелкнут, там в жизни. А вы на каком основании у меня это требуете показать? Вы, я поняла, какое-то там общественное телевидение пришли контролировать меня. Даже какое-то общественное телевидение не смогло убедить председателя проверить подвал. Волонтеры будут пробовать выманить малышей через подвальную дверь, пока там не сменили замки. Но времени у голодных, замерзающих котят не так много. Полина Жданова, Николай Шилко. День с толком. А в Барнаул приехал не только Дед Мороз, но и Снегурочка. Только ей пока нужно подготовиться. Новогоднюю сказку о внучке Зимнего волшебника поставит ансамбль народного танца «Гоньки». С хореографом Антоном Дорофеевым встретилась моя коллега Дарья Идемиллер. Сейчас на ваших экранах эксклюзивные кадры. Снегурочку в постановке петербургского хореографа Антона Дорофеева не отсматривали еще даже руководители филармонии. Поцелуй по-настоящему ее сейчас. Давай. Возьми, убери. Антон в Барнауле второй раз. Дебют на алтайской сцене у него состоялся в прошлом году. Тогда с ансамблем русского танца «Огоньки» ставили хореографический спектакль «Жар птица». Первый раз, конечно, были сюрпризы. Сейчас уже понятна и манера работы Антона, и какие-то нюансы. Сложно то, что мы работаем совсем в другом стиле. Мы работаем чисто русский танец. И когда приезжает Антон второй год, это совсем другая хореография. Это что-то для нас новое, как глоток свежего воздуха. Для барнаульского зрителя тоже. В основе хореографического спектакля, пьесы Александра Островского, артисты под музыку Чайковского, Римского, Корсакова и Мусоргского расскажут историю без слов. Направо-налево, 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 право-налево. Мне кажется, что надо так делать, чтобы было всем интересно и всем сказочно. Чтобы даже взрослый поверил в эту сказку. Потому что глубоко в душе, мне кажется, и то, что я замечаю, люди хотят сказки. Люди хотят какого-то волшебства. Просто другой вопрос, как это сделано. Барнаульский зритель увидит историю о Снегурочке 22 декабря. Черновик спектакля уже готов. В понедельник Антон улетает на Сахалин ставить другую новогоднюю сказку. А у Ганько впереди репетиции. Стопа на себя, стопа на себя. Дарья Демиллер, Андрей Печоркин. День с толком. А на этом у меня все. Через несколько секунд вы узнаете о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эволар». До встречи.